День 1835, Алекс на связи. Сейчас все больше разных крупных компаний придумывают свои экосистемы для системы умного дома, где предлагают разные датчики, разные устройства. Конечно, многие начинали с того, что просто предлагают какие-нибудь умные лампочки или даже умные розетки. И, конечно, на таких устройствах умный дом особо и не построить. Все равно любой производитель будет стремиться к получению прибыли в первую очередь. О том, что есть какие-то решения и еще, когда это не так стало популярно, то делать какие-то хитрые устройства или делать какие-то системы умного дома свои. И это все как-то между собой интегрировать. Еще и бесплатно желательно, то, конечно, такого не будет происходить. И все равно это возможно только тогда, когда это будет очень всеми использоваться. И это будет как обычная розетка или обычная лампочка. Или какое-то другое устройство, там чайник электрический в обычном доме. То в таком случае, если, например, использовать какие-нибудь устройства экосистемы, например, Туя, то рано или поздно возникнет проблема, что каких-то устройств нет. Например, у Туя это такая довольно открытая экосистема, но это все равно один производитель. У него свое приложение есть. Если устройства Wi-Fi, то они только на облако Туя завязаны все. И, конечно, это создает свои сложности при работе. Если использовать устройство ZigBee, тогда нужно будет использовать шлюз тоже от этой экосистемы Туя. И в нем все это настраивать. Но, например, если понравится какое-нибудь устройство или датчик от другого производителя, из другой экосистемы, то, конечно, не получится это все добавить в приложение Туя. И, соответственно, уже придется либо две экосистемы создавать, либо просто отказаться от этого решения. Если использовать варианты, например, от Xiaomi, то у них тоже свои сложности есть. Во-первых, это есть деление на экосистему Xiaomi и экосистему Acara. Есть еще деление по регионам разным. И из этого, конечно, довольно сложно правильные устройства покупать. Если некоторые устройства покупаешь, они, возможно, не будут работать в том регионе, который основной настроен. Ну и также нужен новый шлюз. Если какое-то новое устройство, то надо снова будет купить еще один шлюз или каким-то образом интегрировать это между собой. И также, если понравится какое-то устройство от Туя, например, я использую выключатель от Туя, который мне больше нравится, или, например, розетки Туя, которые подешевле, то в итоге это уже тоже не получится сделать. Нужно будет пользоваться только тем, что есть. Например, у Xiaomi долгое время были только белые выключатели и только с одной или двумя кнопками. Например, на три кнопки не было. То уже сделать ничего с этим невозможно. А изначально вообще они были только под квадратный подрозетник. Это, конечно, сильно ограничило их использование. Потому что кто-то, конечно, там делал ремонт и сразу ставил квадратный подрозетник. Кто-то ломал стену под новые устройства. Кто-то там как-то подрезал сам выключатель. То есть, везде по-разному делали. Но это неправильное решение. И, конечно, на массовый какой-то рынок это рассчитывать, на массового пользователя нельзя. Есть еще другие экосистемы. У Apple, например, там тоже своя экосистема. Разные устройства можно туда подключать. Но, во-первых, они по большей части работают по Wi-Fi. И также, конечно, поддерживаются и некоторые, например, Акары тоже можно интегрировать с HomeKit. И тогда уже тоже там будут датчики видны. Но мне, например, не очень нравится, как HomeKit там все это организовано, как настроено. Но и это все-таки не производитель устройств, а тоже такой агрегатор. То есть, конечно, там часть устройств не так показывается, как хотелось бы и ничего не сделать. А часть устройств просто тоже не существует под эту экосистему. И, соответственно, тоже использовать не получится. Много других компаний тоже начали создавать свои системы умного дома. Например, Яндекс. Он начал с устройств от Туя создавать, которые работали по Wi-Fi. Это, конечно, тоже создало определенные сложности. Во-первых, было ограничение по видам оборудования. То есть, только там были розетки, которые выпускались от Яндекса. Но и можно было розетки Туя тоже туда привязать. И выключатели. Конечно, это сильно ограничивало использование. То есть, просто на лампочках и розетках не сделать умный дом. Какие-то датчики нельзя было использовать, потому что по Wi-Fi таких датчиков тоже не было. Можно было, конечно, через интеграцию облачную сделать так, чтобы из приложения Туя все датчики передавались. Но они виделись не все и не всегда это было удобно для настройки. Потом Яндекс доработал экосистему, сделал поддержку разных датчиков дополнительных. Но также через интеграцию, ну а не так давно, это тоже добавились поддержка Zigbee устройств. И вышли колонки со встроенным Zigbee шлюзом. И тогда некоторые устройства можно тоже было сразу добавлять в экосистему Яндекс. Это, конечно, большой плюс, но опять же, эти датчики, они там специфические, то есть, сертифицированные Яндексом. И любое там устройство подключить не получится. А что-то там дополнить или там как бы писать, перенастроить под какое-то другое устройство без Яндекса, это невозможно сделать. И это тоже дает некоторые ограничения. И опять же, датчиков не так много. И не все они поддерживаются. Конечно, она там развивается. Рано или поздно там их станет еще больше. Но если, например, сейчас начинают строить какую-то систему умного дома свою на этих устройствах, то все равно будут ограничения. Во-первых, что сами датчики выбранные довольно дорогие и дешевых просто нет, которые можно интегрировать. Ну и также есть ограничения на то, что не все виды устройства будут доступны для конкретной экосистемы Яндекса. У Бера тоже есть своя экосистема. Сейчас тоже появились датчики такие же, как у экосистемы Яндекса. То есть это датчики присутствия, датчики температуры, датчики открытия, еще некоторые. Но, конечно, это все равно дает довольно большие ограничения. Если, например, захочется использовать какой-то специфический датчик. Ну, кстати, у Бера нет датчиков присутствия, есть датчики движения. А если, например, захочется использовать датчик присутствия, то уже не получится интегрировать. Можно будет только через облачную интеграцию, облачное подключение сделать другими системами. Но, опять, не ко всем системам есть такая интеграция и есть такие возможности связать. Ну, и поэтому мне не получится до конца это все сделать так, как хотелось бы. И, конечно, вряд ли появится у таких производителей полностью готовый комплект, который можно взять и дальше его установить. И все будет работать. Например, большие компании, которыми занимаются электрика, например, или Грант. Они тоже выпускают розетки, но, конечно, там есть и выключатели в комплекте для умного дома. И реле отдельный, который можно устанавливать там под розетник или лампочку. И это всем управлять. Это между собой все связать можно. Но дальше, если, например, захотел управлять какими-нибудь шторами или еще чем-то, или какие-то подключить устройства более интересные, то уже не получится этого сделать. Разные производители системы умного дома, небольшие, они тоже придумывают интересные решения. Например, для проводного подключения, там создают отдельный центр управления. Потом к нему можно подключать разные датчики. Но этих количеств датчиков тоже сильно ограничено. Если это по проводу, это надо все еще на этапе строительства предусматривать и прокладывать провода соответствующие. Если нужно подключить там какое-то устройство или датчик, нужно покупать соответствующий модуль дополнительный для основного компьютера, который управляет умным домом. Ну и там еще и приложение тоже для управления специфическое, которое неизвестно каким образом будет поддерживаться, сколько времени. И оно может быть не очень удобно для управления. И может быть на некоторых платформах тоже не будет работать. И с удаленным доступом могут быть сложности. То есть, эти решения, они тоже, конечно, интересны. Но чаще всего все ограничивается тем, что плюсом еще пределов какую-нибудь интеграцию к каким-нибудь системам. Или там к Яндексу, или к Туя. И тогда можно все это увязать между собой. И таким образом расширится использование этой системы. Ну, получается так, что опять нужно делать какой-то большой там зоопарк и разнообразие этих систем. И между собой как-то все интегрировать. Если, например, писать сценарий, то непонятно, где это написать и что это как бы это все будет поддерживаться. То есть, если это датчики ZigBit, то нужно будет там использовать какой-то шлюз фирменный на нем писать. Или если это Wi-Fi датчики или устройство, то это надо будет соответствующей экосистеме все настраивать. Чтобы там все параметры были доступны, все работало быстро. А если это проводное решение, то тогда и надо будет в нем. Там на микроконтроллерах все это тоже настраивать и прописывать. То есть, это большие ограничения. Если потом что-то еще выйдет из строя, то где найти там нужное устройство. И там кто-то сможет перенастроить. Это тоже большой вопрос. Конечно, то, что большие компании, они там сейчас начинают развивать эти направления, эти экосистемы в части умного дома. Это, конечно, в принципе хорошо, но это по сути не имеет никакого смысла. Потому что в какой-нибудь момент времени, если компания станет невыгодно поддерживать направление или какой-то тип датчиков. или, например, там с каким-то партнером закончится там отношение, то, конечно, они просто это все отключат. И никто не будет гарантировать, что это все будет работать и будет работать надежно, быстро и так, как оно должно быть. Ну или там еще дополнительную какую-нибудь плату за все это и придется там оплачивать эту работу. И, возможно, поскольку сами системы, они, может быть, там у единиц только останутся, то никто, конечно, там очень дешево это делать не будет. И проще на самом деле будет просто все взять и заменить и установить там новую систему, все переделать и там заново перенастроить. Но часто это сделать очень сложно и если это делать, то там уже нужно будет полностью весь ремонт поменять, привыкать к новым интерфейсам, все сценарии переписывать, перенастраивать. И тоже в новой системе не факт, что это возможно будет сделать. И, конечно, здесь единственным решением остается делать свою систему нового дома на каком-то гибком универсальном механизме. И даже open source решений тоже часто не могут решить эту проблему. Даже если используется, например, Home Assistant, с ним тоже будет много сложностей по интеграции с каким-то устройством. То есть, туда не все можно добавить просто. И там постоянно какие-то проблемы возникают при обновлениях. И, конечно, это довольно такой большой труд по созданию своей системы нового дома.